28 уголовных дел, которые были возбуждены по вот таким преступлениям в ходе избирательных кампаний и понесли наказание. Все 28 это учителя. Мне один из товарищей сказал, что ты в курсе, что Валентин спит не более 3-4 часов в сутки. Тотальное конституционное нарушение на территории республики Хакасия может произойти. Здравствуйте. Вы пошли на довольно рисковый такой поступок в 2018 году, поддержав молодого коммуниста, тогда Валентина Коновалова. Скажите, прошли 5 лет. Вы в своем выборе не разочаровались? Пошло 5 лет. Валентин молодец. Валентин сделал невероятное. Мне один из товарищей сказал, что ты в курсе, что Валентин спит не более 3-4 часов в сутки. А знаете, при такой обстановке и при таком прессинге, которое устраивает ему определенные личности, значит, в Москве, прежде всего в Москве, которые не желают видеть Валентина главой республики, он делает невероятное. Валентина делает такие вещи, которые, ну, не свойственны даже серьезным богатым регионам Российской Федерации, в большинстве своем. Ну, увеличить бюджет там в 2,5 раза, значит, инвестиции в экономику, в сельское хозяйство. Это заслуга Валентина и его команды, прежде всего. Поэтому я ни в коем случае не жалею о своей поддержке Валентина. Да, я думаю, что оценку его работы и деятельности, это прежде всего должны дать жители Хакасии. Потому что 5 лет с Валентином Коноваловым, я думаю, что у каждого жителя прошли не зря. Расскажите немножко про федеральный вообще центр и такую поддержку, наверное, со стороны Федерации. Воспринимается ли наш регион здесь какой-то особо отдаленный или все-таки мы нормальные ребята, которых можно и поддерживать, и окружать заботой? Ну, должен отдать Валентину. Он научился работать с федеральным центром. Это видно и по тем программам, которые здесь реализуются. Вот сейчас мы провели мероприятие по вопросам, значит, собственности, земельным ресурсам. И субъект участвует во всех федеральных программах, которые приносят большой плюс для развития регионов. Конечно, Валентин в связи с тем, что не является представителем партии власти, не получает столь хорошего одобрения в средствах массовой информации федеральном. Мы ничего хорошего не слышим в федеральных средствах массовой информации о работе Валентина, о развитии республики Хакасия. Но вот есть определенный телеканал, который с утра до вечера трендит только о каких-то плохих показателях. Ну, это своего рода пропаганда определенных лиц и личностей, которые, ну, хотят посадить, видимо, совершенно чуждого для региона человека, который бы под их дудку плясал и бюджетное финансирование шло через уже представителей этой команды, значит, а уж какие результаты? Ну, большому сожалению, порой эти результаты уже не будут столь важны для жителей республики Хакасия. А эти результаты по определенным финансовым делам, по определенным вливаниям будут важны прежде всего для тех, кто делает ставку на него. Может быть, вы знаете, сейчас у нас в Хакасии пишутся заявления в следственные органы по фактам возможных фальсификаций на этих выборах, подкупы, переставления каких-то терминалов, здесь учет автоматизированного. Можете ли прокомментировать, как вы еще относитесь к этому? Да, власть для того, чтобы сохранила себя в этих креслах, пойдет на различного рода преступления, в том числе и на фальсификацию. Поэтому о таких фактах правонарушения, если нам становится известным, то мы уже сообщаем в правоохранительные органы, в Центральную избирательную комиссию. И я знаю, что мои товарищи Ольга Николаевна Алимова и Мария Прусакова, и в том числе сенатор от Республики Хакасия, подготовили соответствующие обращения и направили в Центральную избирательную комиссию, где дают, по сути дела, фактуру по тем фальсификациям, которые могут быть организованы здесь 8, 9, 10 сентября. 28 уголовных дел, которые были возбуждены по вот таким преступлениям в ходе избирательных кампаний и понесли наказание. Все 28 это учителя. Ну, я бы вот тогда бы хотел обратиться. Уважаемые, дорогие наши учителя, пожалуйста, если вас заставляют изменить ход голосования в пользу определенного кандидата, если вас требуют там немедленно, там отчитаться, сколько вы привелились, на какие нарушения вы закрыли глаза определенной личности, проявляйте, прежде всего, гражданскую свою позицию. Почему? Потому что вы избираете губернатора и региональный парламент на 5 лет. И вот 5 лет, по сути дела, это зависит в том числе и от вас. Какой быть республики? Либо в дальнейшем развиваться, либо может привести к тому, что вот благодаря тем массовым фальсификациям, который предлагает вам совершить определенные личности, республика просто уйдет в прошлое. И не хотелось бы, чтобы вот эти вот фальсификации, они приняли вот такой массовый характер. Почему? Потому что это вот тогда тотальное конституционное нарушение на территории республики Хакасия может произойти. Поэтому не случайно мои коллеги обратились в правоохранительные органы по предполагаемым фактам фальсификации в ходе трех дней голосования.